Привет всем! Сегодня поделюсь с вами рецептом плова, который очень любит моя семья. Разные рецепты пробовала, но остановилась именно на этом. Плов получается рассыпчатым, насыщенным вкусами овощей, мяса и специй. В общем, смотрите дальше и сами все увидите. Для приготовления плова нам понадобится Рис, лучше брать длиннозернистый, у меня сорт басмати. Мясо пожирнее, у меня свиной ошейк. Лук, морковь, смесь специй, барбарис, куркума, зира, растительное масло, соль, перец и чеснок. Ну что, начнем? Первый нарезаем лук. Многие его нарезают полукольцами или соломкой. Я предпочитаю его нарезать крупной кубикой. Теперь нарезаем морковь. Так же, как и лук, можно нарезать крупной соломкой, но мне больше нравится полукольцами. Следующим нарезаем мясо. Мясо нарезаем на средние кусочки. Весь плов будем готовить в одной емкости, у меня это сковорода лук. Поэтому все овощи и мясо начинаем обжаривать в ней. Добавляем лук. Обжариваем его до золотистого цвета. Лук стал золотистого цвета, добавляем мясо. Перемешиваем и обжариваем емкости. Мясо стало светлого цвета, пустило сок. Добавляем теперь морковь. Перемешаем и протушим еще 5-7 минут. Добавляем специи. Добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем. Специи уже дали невероятный аромат и красивый желтый оттенок. Будет очень вкусно. Теперь заливаем водой, чтобы вода покрывала мясо. Тушим 35-40 минут на среднем огне. Перед тем, как добавить рис, нам нужно его хорошо промыть в холодной воде 5-6 раз. Высыпаем рис поверху. С мясом не перемешиваем. Аккуратно его так разравниваем по всей поверхности. Теперь добавляем воду аккуратно, так, чтобы она была выше риса, где-то на 2 пальца 2 сантиметра. Вот так оставляем вариться, пока рис не впитает в себя воду. И накрываем крышкой. Рис уже впитал воду и теперь нам нужно добавить чеснок. Ложим его в середину и вдавливаем его, чтобы он полностью вошел. Деревянной палочкой теперь делаем отверстие, я взяла палочку от суши, делаем вот такие отверстия по кругу. Это нужно для того, чтобы выходил пар. Вот, и теперь накрываем крышкой и еще вот так варим 20-25 минут до готовности. Прошло 20 минут и мы проверяем еще раз палочкой, не осталось ли на дне воды. Если воды не осталось, то наш плов готов. Я уже перемешала плов. Смотрите, какой красивый получился. В меру овощей, мяса, запах просто обалденный. Обязательно приготовьте и поделитесь в комментариях, понравился ли он вам. Ну, а у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и готовьте вкусно! Субтитры подогнал «Симон»!